Россия накапливает ракеты для срыва наступления Украины, Буданов. Россия продолжает производить и накапливать ракеты. Однако враг, может использовать их не для ударов по гражданским объектам, а для срыва контрнаступления Украины. Об этом в интервью РБК «Украина», заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Россия за это время тоже производит новые ракеты. Она аккумулирует их для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет, будет применена во время активных боевых действий. Но вместе с тем они наращивают свой потенциал, сказал он. Буданов подтвердил, что россияне работают, чтобы увеличить объемы производства ракет. Украинской разведке известно, сколько РФ производит ракет в месяц, но Буданов не раскрыл детали. По его словам, эти объемы для врага недостаточны по масштабам их атак. Возвратимся в историю. Первый ракетный удар, в залпе было около 120 ракет. Удары пошли по понедельникам, помните, это уже даже как мем было. Потом постоянно количество ракет в залпе уменьшалось, интенсивность держали. Потом стали наращивать промежуток. Потом стали еще увеличивать промежуток, и еще уменьшать количество ракет. И так они подошли почти к нулям, объяснил руководитель ГУР. Буданов отметил, что Россия опустошила свой запас ракет, однако своей цели так и не достигла. Когда они подошли фактически к нулям, они были вынуждены остановиться. Это кстати один из аспектов, которые неофициально, официально предъявили господину Суровикину, что он привел ракетный арсенал Российской Федерации к нулям, когда его снимали, добавил разведчик. Руководитель разведки считает, что россияне не будут хранить ракеты до осени, а использовать их для ударов по военным, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. Напомним, в генштабе ВСУ сообщили, что Россия летом намерена начать серийное производство ракет Х-50, чтобы осенью возобновить ракетные атаки. Однако в воздушных силах ВСУ отметили, что РФ до осени не удастся накопить даже треть своего бывшего запаса ракет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.